Одно из первых заданий полоса препятствий уже пройдена. В самом разгаре соревнования по строевой подготовке и конкурс знаменных групп, а впереди состязания по плаванию. В этом году областной финальный этап военной спортивной игры «Зорница» собрал семь команд. Пять из них победители зонального этапа. Две команды вышли в финал по результатам рейтинга. Горит и крушится планета, над нашей Родиной дым, значит нам нужна одна победа. В финале ребятам предстоит пройти 16 испытаний. Это очень много. Каждый день будет 4-3 испытания. Мы всего 4 дня с ними будем проводить. Помимо физической подготовки, это обязательно военная подготовка, огневая подготовка, тактическая. Но есть возможность у ребят проявить свои интеллектуальные способности в викторине. Основные испытания пройдут в лагере «Юность». Открытие игры и первый день соревнований состоялись на базе регионального учебного центра войск связи в Ульяновске. Сегодня здесь пять команд. В каждой 10 юношей и 4 девушки. Девчонки соревнуются наравне с парнями. Условия для всех одинаковые. Конечно, хотелось бы хорошо выступить. В первую очередь хорошо выступить. И, конечно, хотелось бы занять какое-то место. Что такое для вас патриотизм? Любить свою страну, уважать взрослых. Защищать тех, кто не может защитить себя самостоятельно. Оценивают подготовку семи и восьмиклассников военные. Судьи отмечают, год пропуска игры в связи с пандемией дал возможность ребятам в разы улучшить свои навыки и показать особое стремление к победе. Несколько команд особо выделяется, потому что мы заметили профессионализм, отмечают и военнослужащие Мруца, о том, что ребята действительно в строевом отношении очень подтянутые и ходят намного лучше, чем солдаты даже в их части. Кульминацией Зорницы 2021 станет тактическая игра. Имитация боя с использованием взрывпакета, дымовых шашек и холостой стрельбы. Именно победителей военно-спортивной игры объявят 30 мая, в последний день состязаний.